Улица Пичугина в Твери названа в честь Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина. Здесь в каждой квартире дома номер 54 бережно хранят память о подвигах участников Великой Отечественной войны. Поэтому жильцы выступили с инициативой провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате. Они разместили в своем дворе портреты родственников-фронтовиков. Тему продолжит наш корреспондент. Провести акцию в таком формате жильцы обратились с инициативой в администрацию пролетарского района, где их всецело поддержали. Мы, конечно, со своей стороны подключились к решению этих вопросов. В итоге данная дворовая территория была оформлена в таком стиле. Во дворе дома номер 54 жильцы разместили 23 портрета своих родных – участников войны. Как рассказал член совета дома Галина Решетова, только в ее семье четверо родственников не вернулись с полей сражений. Совсем молодой парень, 19 лет, это мой дядя. А это Евгений Иванович Пичугин, который погиб 20-летним молодым парнем, защищая наш город от фашистских захватчиков. Помимо «Аллеи славы», состоящей из портретов фронтовиков, жильцы своими руками изготовили макет вечного огня. Проект сами нарисовали, из железа вырезали, сварили, подвели газ и получился настоящий вечный огонь. В день 75-й годовщины Великой Победы жители Твери из-за вынужденной самоизоляции не смогут принять участие в традиционном шествии бессмертного полка. Но 9 мая герои той войны все-таки пройдут в одном строю. Только виртуально. Фотографии родных, которые были загружены на сайт бессмертного полка, в День Победы покажут на телеканалах, в интернет-кинотеатрах, на медиа-экранах. А жильцы дома номер 54 по улице Пичугина вспомнят родных погибших в годы войны, не выходя из собственного двора. Субтитры создавал DimaTorzok